Вот такой необычный у нас сегодня ракурс съёмки. Всех приветствую на своём канале. И, как догадались вы уже по названию, сегодня будет обзор и отзыв о сушильной машине. Эта покупка у меня новенькая, ей всего лишь, наверное, где-то неделю, но я уже её успела полюбить. Итак, начну с предыстории. Мне надоели на одежде волоски от кошачьей шерсти. От них никуда не денешься, когда у тебя в доме есть домашние животные. И бывает такое, что эти волоски ни роликом никак не убрать, ни скотчем. То есть они никак не подаются, они буквально впиваются в ткань, оттуда торчат вот эти волоски. И ты вынужден постоянно в таких вещах ходить, потому что, ну, никак, никаких способов не существует, чтобы от них избавиться. Я смотрела много обзоров и долго искала, выбирала сушилку. Но в итоге выбрала Беко. 7 килограмм загрузки. Здесь много, в принципе, всяких режимов, всё, что нужно есть. Но рассматривала ещё фирмы ДЭКСП китайские и Кэнди. Но в итоге остановила свой выбор на турецкой машинке, потому что китайцам я не доверяю ни в чём, ни в машинах, ни в телевизорах. Хотя, в принципе, казалось бы, они делают сейчас уже всё и так здорово продвинулись. Но вот, например, с домашней техникой Китворд, её тут же приносишь домой, она тут же ломается, даже ни разу не проработав. Ну, может быть, сейчас кто-то напишет в комментариях, что я не права, но не знаю, это лично моё мнение. И как-то турецкой технике я доверяю больше. Что касательно машинки, я включала её два раза всего лишь за это время. Первый раз это были какие-то такие, ну, ежедневная стирка, там, нижнее бельё, какие-то домашние футболки. Загрузка была небольшая, и всё высушилось за два часа на программе Микс Ежедневная. Вот. Бельё было идеально сухое, очень мягкое, без единого волоска. Чуть позже увидите, что собралось в фильтре машинки, это повергло меня в шок. Хотя уже по отзывам других людей я уже понимала, что меня ждёт, потому что, ну, сами понимаете, домашнее животное, а сушилки до этого никогда не было. И, получается, второй раз я включала постельный комплект белья и полотенца у меня ещё были. В итоге за 2 часа 15 минут на, так, эко, да, по-моему, эко у меня был режим, постельное бельё не высохло, осталось чуть-чуть влажным, пришлось досушивать. Я не знаю, с чем это связано, возможно, слишком много было всего для одной стирки, видимо, постельное бельё. Только одно оно должно быть в машинке, либо я выбрала не тот режим, потому что наобум просто включала, не было времени, нужно было срочно закинуть бельё в сушилку. Не знаю, буду разбираться, возможно, что-то я сделала не так. Так, что ещё? Ещё мы для защиты радиатора поставили, как многие советовали, фильтр от Гранты Калины. Он идеально туда вписался. Надеюсь, что радиатор дольше будет оставаться чистым. Я читала, что кто-то ставит туда москитную сетку, ещё как-то изворачиваются. Но мне показалось, что фильтр для Гранты не такой дорогой, и мы решили его всё-таки купить. Посчитали, что он как-то лучше будет выполнять свою работу. Ну, хоть что-то от Гранты есть хорошее. Что касается фильтра, который в самой сушильной машине, который собирает волосы. Многие говорят, что это ворс от одежды, которую вы сушите, и что одежда изнашивается быстрее, чем без сушильной машины. Ну, возможно. Не знаю. Я разглядела там множество кошачьих волос, ещё какую-то, возможно, ткань. Но я точно не могу сказать, останки ткани это какие-то, или это пыль такая. В общем, со временем я смогу дополнить свой отзыв и написать, действительно ли бельё изнашивается быстрее. После каждой чистки я вынимаю вот этот контейнер, в котором скапливается вода. Воды достаточно много собирается, но я думаю, что на 2-3 цикла этого бака вполне хватит. То есть каждый раз можно его не вытаскивать, не прочищать. В радиатор я ещё не заглядывала, думаю, наверное, раз в месяц, а то и позже буду туда заглядывать периодически, проверять. Фильтр, который внутри устанавливается, я вытаскиваю после каждого цикла и его промываю водой. Одна девушка, я видела, оставляла отзыв, что у неё меняет цвет, ну, как бы обесцвечивается постельное бельё. Я с первого раза этого не заметила, мне кажется, что бельё осталось того же цвета, но возможно, возможно это так. И поэтому совет такой, можно выворачивать постельное бельё на изнаночную сторону и сушить её так. Из циклов тут есть, так, экспресс, пух, я так понимаю, пуховики можно сушить, антиаллергия, вот микс ежедневные, спортивные вещи, джинсы, бережные рубашки, освежающий цикл. То есть можно просто закинуть, если у вас бельё какое-то или одежда долго лежала где-то, можно его освежить. Так, есть программы для синтетики, это сушка под утюг, сушка в шкаф и для хлопка. Я пользуюсь только двумя, эко и микс ежедневные. Вот, микс ежедневные мне очень понравилось, эко не очень, потому что постельное бельё вышло влажное. Всё, это в принципе всё, сейчас покажу вам распаковку, как нам её привезли. Везли её очень долго, я сказала, ещё до праздников, а привезли только седьмого, седьмого, по-моему, января. Ну, видимо, это связано с большим потоком заявок. Везли её то ли с Краснодарского края, то ли с Ростова, но откуда-то с юга. И так, что ещё? На корпусе никаких повреждений не было, всё было идеально. Её, кстати, можно подключить к сливу в комплекте, был дополнительный, как его назвать-то, дополнительный шланг. Вот. Ну, мы не подключали. Включили её, кстати, в удлинитель пока. Удлинитель взяли ДЭКСП. Такой довольно-таки нормальный, стоил он семьсот рублей. С одной получается розеткой. Покажу вам, как по шуму. По мне шум незначительный, схож с чем-то по типу посудомоечной машины. Конечно, ночью я её включать не буду, спать при ней точно не получится. Но, в принципе, при закрытой двери, если у вас не однокомнатная квартира, как у нас, то, в принципе, я думаю, включить её ночью вполне реально, и ничего не услышишь. Просто у нас кровать за стеной, и поэтому я думаю, что мы её всё равно услышим. Поставили на 2,15, вот, получается, за 25 минут влажность 28%. Почему-то даже снизилась. А, ну, 29. Пока что вот такой шум не укрутится. Корпус никак не нагревается. Вибрации есть, но не сильно. Вот, наставили, кстати, на эксишу дневную. А при закрытой двери вообще ничего не слышно. А влажность, что касается влажности, я бы не сказала, что она даёт много влажности. У меня есть гигрометр, который показал, что примерно где-то на 5% влажность увеличивается. Тепло, да, даёт, ну, тоже на пару-тройку градусов, и эта теплота быстро улетучивается после того, как сушильная машина завершит свой цикл. Вот и всё, что я хотела сказать. Я очень рада своей покупке. И я не представляю, как мы вообще раньше жили без этого. Огромный плюс того, что она очищает одежду от волос и от всякой пыли. Вот это реально очень круто. Ну и плюс за 2 часа, даже за 3 часа бельё никакое после стиральной машинки не высушится. Особо радует, что вот этих сушилок не надо огромное множество расставлять по квартире. Особенно, когда выключается отопление или отопление не дали. Бельё сохнет очень долго. Появляется неприятный запах. Плюс, пока оно сушится, оно опять-таки набирает пыль от тех же животных, от нас. Поэтому я считаю, что это очень нужная вещь в современной жизни. И я очень довольна. Я не жалею о своей покупке. Буду пользоваться по мере пользования. Не буду добавлять какие-то свои отзывы новые, если что-то замечу. Но пока как-то вот так.